Продолжение следует... 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 Бысь же их дам, бывши тамом, исполнившись одни и родите ей, и роди сына своего первенца, и повись его, и положи его в ясли, за ней небе и вместо в обители. И пастырь и бехов в той же стране, бдящий и стрягущий стражу ночную остаде своим, и все ангел Господень вставни, и слава Господня сияет, и убоявшись страхом велье, и речеем, ангел, не бойтесь, всего благовествую вам радость велью, Я же будет всем людям, як уродися вам дней спас, и же есть Христос Господь в ограде Давидове, и все вам знаменье, обрящите младенца парита, лежащих в ясли, и внезапу бы с ангелом множество войн небесных, Хвалящих Бога и глаголющих, слава вышних Богу, и на земле ими, в человечесах благоволение, И быть, якоты, душа, от них на небо ангелы, и человечцы, пастыри, решат друг ко другу, Приедем до Итлиема, и видим глагол сей бывший, и Боже Господь, сказа нам, и придоша, поспешися, и обретоши мриам же, и Иосифа, и младенца, лежащего ясли, Видевши же, сказаши о глаголе, глаголом им, отрочатись им, и все слышавшие, дивишися глаголом их, от пастыри к ним, Мариам же, соблюдашися глаголы сия, слагающих сердце своем, и возвратишися, пастыри, славящих, хвалящих Бога, О всех я же слыша и видише, яко же глаголом обысь к ним. Поздравляю вас с сегодняшним днем, он называется на вечере праздника Рождества Господа нашего Иисуса Христа, или по-другому, в простонародье, сочевника, то есть день перед праздником Рождества Христова, или перед великим праздником. У нас есть Рождественский сочельник, есть еще Крещенский сочельник, то есть день, предшествующий самому событию. И вот мы с вами сегодня тоже этот день совершаем, уже находимся в предвкушении праздника Рождества Христова. Мы слышали, что по окончании Божественной Литургии спели тропать и контакт празднику Рождества Христова. И вообще-то это богослужебнее предваряло сегодняшнее это чтение царских часов. Ранее, почему они вот назвались царскими, ранее в Византии и на Руси на этих службах присутствовали государин наши цари. И вот с этого повелось, что называют эти часы царскими. То есть это богослужебнее более такое расширенное. Здесь мы слышим псалмы порока Давида, а также приимеет о чтении Ветхого Завета и новозаветное чтение апостола и Евангелия, которые нам рассказывают о том, о этом событии, о празднике Рождества Христова. Ветхий Завет, он только предсказывал, что будет такое событие. Были предсказания, и мы эти предсказания сегодня с вами слышали. Одно из самых главных предсказаний, которое сей Дева в очи Иве приимит, и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануеву. Что значит с нами Бог, как сказал один из древних пророков. И вот такие пророчества были всегда. И люди Ветхого Завета, которые жили до Нового Завета, до пришествия Господа Иисуса Христа, со страхом и трепетом ждали пришествия. Обычно люди всегда со страхом ждут. А люди Богудухновенные, как пророки, они ждали с надеждой, потому что придет избавитель от всяких бед и скорбей. Придет Мессия, тот Мессия, Сын Божий, который именно даст настоящую истинную свободу. Потом, конечно, это все как-то перафирмировалось в том, что свобода должна быть внешней. Государственная свобода, свобода от кого-то внешних поработителей. Но Христос пришел и принес другую свободу. Свободу от греха. Как излечиться нам от этого пленения рабского греху. Вот от чего нам надо с вами избавляться. Тогда и придет и внешнее освобождение. А вот люди стали считать, что достаточно именно внешнего проявления такой жизни. И духовная жизнь стала сводиться к исполнениям разных обрядов. Обрядов вот таких. Ведь и сейчас мы этот отголосок в нашей жизни, церковной, тоже, мы видим эти проявления, отголоска вот такого внешнего исполнения обрядов. То есть, не так покрестился, не той рукой той сделал, не той и этой сделал. То есть, обращение на такую обрядовую сторону. А Господь говорит о другой свободе. Обряд, он нужен обряд, он как таковой, он необходим. Потому что совершение богослужения, различное богослужение в нашей церковной жизни, это тоже обрядовость. Она сохранилась, еще и несет отголосок древних времен. Мы чувствуем такое соединение с древней церковью. Но за обрядностью надо видеть, прежде всего, главное. А главное, это истинная вера нашего Спасителя, Господа и Иисуса Христа. И этот день еще называется сочевником, потому что, ну, в этот день, когда стараются варить так называемое сочево, сочево представляет из себя пшеницу, именно поваренную с медом, сладкую такую пшеницу. И вот в этот день ее стараются вкушать, вот такую пищу. И делается взвар, то есть взвар, это взвар из фруктов, как, ну, по нашим, ну, можно назвать его компотом, конечно, да, вот так мы его называли. Ну, вот этот взвар. Вот люди старались в древности соблюдать такие обычаи, вкушать вот такую пищу, вот эти. Ну, у нас, если это получится, слава Богу. Если вы это сделаете себе, ну, слава Богу, хорошо. И, конечно, этот праздник Рождества Христова, в который мы сейчас с вами уже, можно сказать, вступаем, вот так постепенно мы чувствуем вот эту радость именно этого события, она не может не чувствоваться. А вот она передается в сегодняшних песнопениях, тропарет празднику и кондаклу. Вот мы вот по окончании литургии, по окончании литургии, мы вот положим икону праздника Рождества Христова. И вот что на этой иконе изображено? В центре, какое событие? Мы видим самое главное событие, в центре иконы. Это Пресвятая Богородица, а рядом с ней Владимирец. То есть показывается событие как? Чего? Рождества Христова, да? И в кондаке нынешнего праздника мы так и поем. Дева днесь, дева, то есть сегодня присущество награждает. То есть, который был ранее, еще ничего не было, до всякой сущности, она родила того, кто был ранее, уже рожден прежде всех веков. Вот кого она родила. И вот поэтому Дева здесь у нас находится в центре всех событий. Дева Мария, Матерь Божия, Пресвятая Богородица со своим Богомладенцем, Господом и Иисусом Христом. Дева днесь, то есть сегодня присущество награждает. И дальше такие слова. И земля вертеп неприступному приносит. То есть, что подарила земля Господу Иисусу Христу? А ничего не подарила, когда он родился, кроме чего? Вертепа. Потому что в город, в который не пришли родители Иисуса Христа, земные родители, и праведный Иосиф, и Дева Мария, был заполнен людьми, которые пришли на перепись населения. И все гостиницы были заняты, и вот нашелся вертеп, то есть загон для скота в пределах города, за городом, можно так сказать, где был и положен, именно где и родился Господь Иисус Христос. Поэтому в нынешнем Кондаке им и поется, что и земля вертеп неприступному приносит. То есть, в дар земля принесла вот этот вертеп. Не гостиницу, не царский дворец, а принесла вот этот вертеп. Ангели с пастырями словословят. И мы вот видим, да, что ангели с пастырями словословят. Ангелы и вот пастухи, которым именно было явление ангелов. Что пели ангелы? Какое песнопение? Вспомните, да? Слава ваше Богу и на земле мир в человечесах благоволение. Вот что пели ангелы. И что сказали пастухи? Пойдем посмотрим, о чем же поют-то ангелы, да? Ведь они бы так подумали, другие пастухи. Кто-нибудь другой, да что мы там? Кто-то там явился, какое-то видение явилось к нам. Давайте лучше, не обрати внимания, спать даже, да? А нет. Сказали, пойдемте посмотрим. О чем нам ангелы-то воспели? Они пошли. И увидели кого? Родившегося Господа Иисуса Христа. И волсви же со звездой путешествуют. Вот волхвы мы видим вот в этом уголочке иконы верхнем, да? Волхов, которые мчатся. Куда? В город Вифрия. Чтобы увидеть того, о котором сказала звезда, явившаяся, необычная звезда. Что-то необычное произошло. И они пошли за этой звездой. Вот волхвы. И вот еще очень интересно, что здесь вот внизу, вот на иконе, изображен праведный Иосиф, то есть земной отец Господа Иисуса Христа. Он немножко в такой печали находящийся, а рядом с ним стоит такой старец согнувшийся, да? И вот этот старец, это воплощение земной мудрости. Ведь когда родился Господь Иисус Христос, о чем думал Иосиф, да? Сразу подумалось. Ага. Дева Мария согрешила для меня. Она же, я же ее не знал, как женщина, да? Она вот согрешила, значит. У нее сразу мирские, пошли такое мирское мудрование. Логика мирская пошла, вот такая земная. И вот воплощение такой земной логики является вот этот старичок согнутый, который как бы и говорит ему, что вот она, что сделала, да? А потом, когда к ним ангел явился и сказал Иосиф, не бойся принять свою жену Марию, ибо родившаяся от нее есть от Духа Святаго. И вот тогда Иосиф понял, что кто родился. А здесь вот видите на этой иконе у нас изображены все события, которые связаны с рождением Господа Иисуса Христа. И вот главное, то что и мы сейчас с вами тоже принимаем участие в этом событии, именно в рождении Господа Иисуса Христа. Вот вместе мы с вами можем этот тропарь и кондак повторить вместе. Да давайте вместе повторим тропарь вслух. Рождество Твое, Христе Боже наш! Рождество Твое, Христе Боже наш! Вы сияли мир и свет разума! В небо звездам служащие! Звездой и ручахуся! Тебе кланяйтесь и солнце правды! И Тебе видитесь с высоты Востока! И Тебе видитесь с высоты Востока! Господи слава Тебе! И вот кондак мы с вами повторим тоже, чтобы запомнить и пропевать его в эти дни, когда придем прославлять рожденного Господа Иисуса Христа. Дева днест присущественно горождает! Дева днест присущественно горождает! И земля вертеп неприступному приносит! И земля вертеп неприступному приносит! Ангели с пастырями словословят! Ангели с пастырями словословят! Волси же со звездою путешествуют! Волси же со звездою путешествуют! Нас, Бур ради, родися! Нас, Бур ради, родися! Нас ради с вами родился, да? Отрочем лада, привечный Бог! Отрочем лада, привечный Бог! Вот, повторите его несколько раз, надо вспомнить его, да, и теперь его, когда пойдете славить к вашим ближним, близким, родственникам Господа Иисуса Христа, если вы не знаете его напев, то, по крайней мере, прочитайте его. Вы так прославите нашего Рожденного, Спасителя, Господа Иисуса Христа, и вот мы с вами уже вместе примем участие в этом с вами торжестве, будем сопереживать это торжество, Рождество Господа нашего Иисуса Христа. С праздником вас, Церковь! Спасибо!